это плетистая роза amadeus до плетистая но она у меня растет в виде куста несколько лет подряд я ее пыталась выращивать и выращивала как плетистая давала на очень длинные большие плети более двух метров хорошо цвела но несколько зим последних прошлой и эта зима были очень морозными прошлая зима была вообще минус 32 мороза этой зимой было там и 28 мороза и многие побеги сильно стали подмерзать и вот первый раз когда обмерзли самые крупные ее ветки на которых она цвела я ее обрезала очень коротко и после такой короткой обрезки мой amadeus очень сильно стал нарастать и нарастал он пышно в виде куста вот такие вот побеги до 80 сантиметров в высоту и все они так обильно цветут я решила для себя что amadeus я буду выращивать как кустовая роза в качестве кустовой розы мне нравится такая высота удобно поливать обрабатывать пропалывать и на зиму без проблем не надо переживать что ее нужно укрывать или то что подмерзнет хотя эта роза была заявлена как роза которая не боится наших морозов но укрыть ее в принципе пригнуть к земле сложно потому что очень толстые побеги снизу идут и они выламываются просто выламываются от самого корня от самого основания сейчас 10 июля роза полностью цветет но в то же время она выпускает очень много еще бутонов свежих у нее достаточно продолжительное цветение первые бутоны распустились на прошлой неделе начале июля и вот сейчас у нее самый массовый такой массовое цветение цветочки у нее в диаметре 9 сантиметров иногда до 10 лепестков не очень много не очень такая объемная у нее махровость цветочки лепестки красного иногда с таким малиновым оттенком внутри и вот видны видна серединка у розы запах неуприятный особенно сильно чувствуется он вечером или в прохладу цветы держатся не очень долго я бы сказала два-три дня на солнце если прохлада то дня 4 и потом опадают они сами осыпаются в принципе но единственное что в этой розе нужно срывать обрезать вот эти вот завязавшиеся семенные коробочки потому что это все-таки ослабляет розу она тратит силы на возревание семян они нам не нужны розу пыталась я укоренять сама для себя черенками но не очень хорошо она по сравнению с другими розами укореняется поэтому этот куст у меня до сих пор привитый роза мне нравится в ширину она уже больше чем метр двадцать высоту восемьдесят сантиметров это сейчас после полной обрезки после отсветания когда полностью цветет я ее подрезаю отсевевшие вот эти все веточки и второе цветение и ближе к сентябрю предвидится но конечно не такое бурная массовая поменьше но цветет она все равно хорошо повторно иногда бывает что нам не цветет даже в ноябре если октябрь теплый то в ноябре тоже бывают бутоны я когда снимала для себя коротенькие видео и делала фотографии и на фотографиях были даты поэтому в любом случае это как подтверждение даже для самой себя что мне это не приснилось роза действительно иногда даже в ноябре может отцветать были фотографии когда выпал первый снег в ноябре роза цвела и были еще бутоны приятный очень у нее аромат не очень сильно я уже говорила что пахнет она вечером но для срезки для букетов она не подходит почему потому что у нее сами вот эти лепестки после обрезки они тогда быстро вянут она осыпается еще гораздо быстрее чем когда она вообще на кусте растет розы у меня не болеет ничем растет она на полном солнце она ошибовано достаточно так средняя я бы сказал есть более агрессивные шипы но за счет того хоть их и много этих шипов вернее правильнее сказать их среднее количество по сравнению с другими розами у которых гораздо больше шипов эти шипы очень агрессивные очень колючие смотрят немножко вниз и в бок и зимой если вот прикипать ее укрывать то всегда обцарапана ободрана поэтому это еще один момент из-за чего я решила эту розу обрезать полностью на зиму нет проблем с укрытием и не нет переживаний за то что она обмерзнет и потом какие-то будут выпады ветки она не будет иметь красивую правильную форму поэтому при полной обрезке она весной отрастает и в диаметре даже наверное уже полтора метра точно вот такая красивая плетистая роза амадеус